Ас-саляму алейкум! Дорогие братья и сестры, я хочу рассказать, как он относился к маленьким детям. Когда срочно Аллах отравил, а это из Корана, пророк Саллаху алейкум, в нем было сказано, «И ввели семейцу твоему, совершать молитву, и сам будь постоянен в ней». После этого в течение месяца Рок Саллаху алейкум приходил, когда он своей дочери напоминал ей, что он вступил в днем намаза. В доме пророка всегда чувствовалось богопояс, а третий взгляд был во время намаза, и Маммаса ей говорит так. Когда Росуду Алейкум алейкум, сказал, что Маммаса кипит, он делал это с душой и со слезами на глазах. Знав рока, Аишу вспоминал, что всегда, когда он совершал поклон к намазе, его плечи драгивали от рандария. Пророк Саллаху алейкум больше показывал это поступками, передавал это словами. Пророк Саллаху алейкум очень сильно и любил детей об этой встрече, то он в первую встречу, когда разговаривал с ними, кто наклонялся так, чтобы смотреть им в глаза. И Маммаса придет хадисы от Анаши от Майка, я не видел милости в своей семье, как пацаник, а у вас в Алаху алейкум. И Чуданин в детстве сын, пророка Ибрахим, был отдан отравнением женщине, которая жила на различной части Медины. Когда пророк Саллаху алейкум приходил навчать, выбрал его на руки, поджимал его к другу и целовал его, а затем возвращался назад. Молчатые чуткости ему не было разных. Имам Ахмад передает хадис. Пророк Саллаху алейкум стал в детстве, амбаса один ряд, азуллах, 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 азуллах. Я в общажке ему сказал, кто первый опередит. И добежит им для первого, то мадам тот и тот, они спешили к пророк Саллаху алейкум. И беззады его сдавилилась ему на спину и нагуляли охрану, и он целовал их. И мне пытаюсь хадис от Салимана. Однажды, когда мы были ляля, мы были ляля в пророк Саллаху алейкум. И Дух нам послал Ума Айман и говорит, О посланник Аллаха, Хасан Ахусейн, потерялись, Прок Сауллах Али-Авасалям сказал, что отрешите моих мальчиков, потом, когда их присутствующих, отрались искать их в разные стороны. А Ума Айман послал следа к Прокам Сауллах Али-Авасалям. Допрошу до школы, говорит Ума Айман, увидел-ка Хасан Ахусейн, сидят, взявшись друг к другу, оперединив себя со судьбом, кто стоял и змеял. Увидел это Прок Сауллах Али-Авасалям, поспешил к ним. А змея, видя Прок Сауллах Али-Авасалям, увидев Лис Прок Сауллах Али-Авасалям, уплыл за камнями, которые были дядом. Добряшу до детей Прок Сауллах Али-Авасалям, в лес на артехе, найдите свои полукатные рукой и сказал, «Я подошел своим отцом и матерью, одевайся, не дайте сходить, чем я мог быть Аллахом». Он садил одного направо, а еще другого на левое. А на шее и Хаким рассказывали Хадисию. Однажды Прок Сауллах Али-Авасалям совершал с людьми коллективную молитву, находился в среда, и вдруг к нему подошелся сын и сел на шее. А Прок Сауллах Али-Авасалям долго разгибался, не желая торопить его спуститься. И это продолжалось до тех пор, пока он сам не слез. Когда Прок Сауллах Али-Авасалям сказал слова на шлима, то и закончил намазь его, подвинники сказали ему, «О, Прок Сауллах Али-Авасалям очень долго совершал земной попугу, он был ответственным, и он сказал, «Мой сын все мне на шее, и я не хотел торопить его спуститься». Прок Сауллах Али-Авасалям также разрешал имамам читать более короткие сутки на мари, чем обычно, если среди маляшек соберет, венчина с маленькими детьми. Рафа бин Амам рассказывает, «Десять лет бывал камня же фельдки у одного амсара, а тогда он поймал меня и привел к Прок Сауллах Али-Авасалям. Прок Сауллах Али-Авасалям спросил мне, «Сын, зачем ты бросал камня из дерева?» Прок Сауллах Али-Авасалям. Прок Сауллах Али-Авасалям ответил маленький мальчик. На что Прок Сауллах Али-Авасалям сказал, «Ты больше не сбивай фельдки из дерева, а есть те, которые под ним. Аллах тебе не дашь умилеть школы другом». Другие братья, подобные тому, как Пасханик Аллах Али-Авасалям был обрастом племена за своих детей и внуков, также и должны быть обрастом племена за своих детей и внуков. Прок Сауллах Али-Авасалям обязан обучать их религии. Прок Сауллах Али-Авасалям сказал, «Учитель Бог совершает намаз, когда ему исполнится семь лет». А в другой хадисе сказано, «Права ребенка, который должен выполнять его родители, это права его обучения, его чтения, письма, с любви и благотатами, права его высшитости и получения воспитания». Пасханик Аллах Али-Авасалям, 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 али-Авасалям. «Учитель Бог совершает намаз, али-Авасалям!»